Состояние 26 миллиардеров сравнялось с доходами почти половины населения Земли и достигло 900 миллиардов долларов. Какая страшная и желанная сумма, наверное, для многих. Об этом сообщила благотворительная организация Оксфам. В их отчете также говорится, что за последние 10 лет число миллиардеров в мире выросло практически вдвое. Владимир Ленин, два дня назад смерть которого исполнилось 95 лет, наверное, переворачивается в гробу в Мавзолее от этих цифр. Мне, конечно, до миллиардеров, коллеги, далеко. Хоть и живу в одном из самых богатых городов мира, но я думаю, что надо бороться, как в старой шутке, за то, чтобы не было бедных, а не за то, чтобы не было богатых. И знаете почему? Потому что здесь, в Америке, богатые люди платят значительную часть налогов. Те самые богачи, против которых борется та же новая звезда Конгресса, демократ, даже нет, социалистка Александрия Акасио-Кортес, они и так отдают государству значительную часть налогов. 20% людей платят 80% всех налогов. К тому же, я вам должна сказать, что здесь, в Соединенных Штатах, большая часть богатых людей, это отнюдь не зажравшиеся безумные буржуи, знаете, а это умные и самостоятельные люди, которые сумели, благодаря своим навыкам, своим талантам, заработать свои, собственно, миллиарды. И они умеют жить независимо от государства, обвинять их в том, что кто-то живет на один доллар в день, ну просто несправедливо. И вот эти предложения, все отнять и поделить, как звучит со стороны некоторых, опять же, демократов новой волны, оно коробит меня лично, очень многих, поскольку это точно, даже можно сказать так громко, предательство, что ли, тех самых американских демократических ценностей. Должен сказать, что исследование, о котором мы говорим, провела, как уже было сказано, организация FoxFan, помогающая бездомным бедным людям, их статистика всегда направлена в одну сторону. И, кстати, когда нас пытаются убедить в том, что разрыв между богатыми и бедными по всему миру растет, это кажется, не знаю, мне кажется, переувеличением. Состояние богачей, возьмем даже людей из списка Forbes, например, Джеффа Безоса, это все-таки акции предприятий, это не горы золота, как у Скруджа Макдака, в которую можно окунаться с головой, выплевывая монетки. Но все-таки у большинства людей на планете, будем говорить прямо, сейчас есть вода, еда, рабочие места, нормальные дома. Люди живут хорошо, как никогда, за всю свою историю. Высокое благосостояние, ну вот это разве не считается? Сверхбогатых, да, стало много, потому что сама экономика выросла. Но, кроме того, есть ведь еще и государственная собственность, которой гораздо больше, чем у всех этих миллиардеров вместе взятых. И это общественная собственность, дороги, инфраструктура, различные службы. Всем этим пользуются все. И это огромное достижение, об этом тоже не надо забывать. Какой здесь капиталистический манифест от Романа Перла. Я, кстати, замечаю, что в США либеральные журналисты не любят богатых, хотя, в общем, к богачам относятся нормально. А вот в России, при недоверии к миллиардерам, либеральные журналисты относятся к ним весьма комплиментарно. Так что я здесь в ответ на капиталистический манифест Романа Перла выступлю, если не социалистом, как госпожа Акасио Кортес. Но хотя бы критикам слишком обеспеченных людей, мне кажется, что определенная проблема существует. Мы направляем ее во многих странах мира, пускай и в разном масштабе. Другая проблема состоит в том, что богатые люди действительно не понимают проблем других. Во Франции недавно мы рассказывали о протестах желтых жилетов. Они были ответом на то, что власти повышали налоги на бензин ради абстрактной идеи борьбы с глобальным потеплением. Абстрактной, потому что власти не замечали, что даже в этой... Почему абстрактной? Абстрактной, потому что у человека есть проблема с тем, что он не может оплатить бензин на автомобиль, который является его главным средством существования. Но у него есть также проблемы с тем, как будут жить его внуки на этой планете. Твои внуки могут плохо жить, если мы будем выбрасывать газы. А он говорит, дорогие мои друзья, у меня внуков никаких не будет, потому что они не родятся, потому что я умру с голода. Значит, после нас хоть поток. Мне кажется, что Франция не умрует все-таки с голода. Вот вы зря, друзья мои, считаете, что, значит, если это Франция, то там все прекрасно. Вовсе нет. Мы об этом рассказывали в эфире. Эта проблема, она существует. И считать, что это зажравшиеся какие-то среднестатистические бюргеры в небюргерской Франции, то это совсем не так. Поэтому мне кажется, коллеги, что отвергать, что ли, выводы Оксфам тоже неверно. Проблема чудовищного расстояния, она несомненно существует. Да никто их не отвергает. Но людей, живущих хорошо, стало больше. Я вчера говорила с Джонасом Шэндо, экономистом Тихон. Должна тебе сказать, что он, в принципе, повторил то, что сказал сейчас Роман. Что людей, живущих хорошо на планете Земля, стало гораздо больше. Мы сейчас считаем нищими граждан тех или иных государств, которые живут на 5,5 долларов в день. Но еще годы назад было множество тех, кто жил на 1 доллар, на 1,5 доллара в день. То есть, в целом, люди стали жить лучше. Вот что важно понимать. Давайте теперь еще пересчитаем значение доллара. Да, расслоение огромное. Это правда. Именно ничего хорошего в этом ведь нет, Екатерина Катариканзе? Нет, с этим надо, естественно, бороться. И как раз, например, в Америке огромное число богатых и сверхбогатых людей вкладывают деньги в социальные проекты. Мы буквально недавно рассказывали о том, как Майкрософт вкладывает 300 миллионов долларов, или 500 миллионов долларов, если я не ошибаюсь, в социальное жилье. Фейсбук вкладывает 300 миллионов долларов в то, чтобы помогать развитию региональной журналистики. Они все, по крайней мере, американцы, пытаются что-то делать для очистки совести. Вот и в России то же самое. Сенатор господин Клишерс, например, сказал, что у него есть дорогие часы. Признала ты после того, как ему об этом сказали. Он сказал, да, они есть, и могу купить себе еще одни. Тоже, мне кажется, некое вложение в социальные. Могу купить еще, деньги есть, могу купить. Действительно, почему бы и нет. Коллеги, время наше прошло к концу. Слежу за ним, здесь есть часы. Екатерина Катрикадзе, Роман Перло, Ньюсток на РТВ. Меня зовут Сика Назитко. Каждый день с понедельника по четверку. Спасибо. Мы создаем главные темы дня. Не пропускайте Ньюсток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова